Переменчивая температура и все больше соблазнов для выхода на лед. Наибольшая вероятность провалиться у любителей рыбной ловли и детей. Напомним, что в текущих погодных условиях в холодной воде человек может провести около 5-7 минут. Дальше у него начинаются судороги конечностей. При этом от комплекции человека и возраста скорость замерзания не зависит. Чтобы эффективно использовать время и спастись из ледяной западни, нужно соблюдать простые правила. Ни в коем случае не поддаваться панике, потому что если вы начнете паниковать, вы будете разламывать еще больше вокруг себя льда. В коем случае нельзя пытаться снимать с себя одежду. В мокрой одежде человек обязательно запутается и его действия будут скованы. Также следует путешествовать на водоемы только с друзьями или родственниками, которые вовремя среагируют на беду. Чтобы помочь пострадавшим выбраться на берег, они могут использовать любые подручные средства. Палки, строительный мусор, элементы одежды и другое. Стоит помнить, что к утопающим ни в коем случае нельзя подходить, только подползать и не ближе, чем на 3 метра. Сотрудники МЧС для спасения используют 25-метровую веревку, к концу которой привязаны два мешочка с грузом. Также в их арсенале есть спасательный круг, который пострадавший надевает на себя, и лестница на нее человек может перенести и вес собственного тела. При этом в большинстве случаев пострадавший находится на поверхности проруби, но если на реке сильное течение, то его может затянуть под лед. Открыть глаза, поднять голову кверху, посмотреть, когда подо льдом становится темно, в месте провала обязательно будет светлое пятно. И всеми силами нужно стараться туда выплыть. Чтобы выбраться на поверхность самостоятельно, необходимо подплыть к краю проруби, повернуть спину и закинуть ногу на лед, после чего перекатиться подальше от опасного места. Эти действия под силу каждому, даже ребенку. Но лучшим средством спасения является профилактика. Безопасная толщина льда для человека считается 12 сантиметров. На глаз определить ее практически невозможно. Поэтому дождитесь стойких морозов, когда вода окончательно промерзнет. А лучше выбирайте альтернативные виды отдыха. Ведь погоня за острыми ощущениями может стоить вам жизни.